Евровидение, замечательный конкурс, обязательно надо в нем участвовать. Я, кстати, 12 лет был членом жюри детского Евровидения. Но не надо придавать ему такого внимания. Масса конкурсов других, ну просто взяли и сделали его элитным. Просто обычный рядовой конкурс. И постепенно все от своих языков ушли, поют на английском. Вот это мне не нравится. Каждая страна должна петь на своем языке, я считаю. Почему по-английски? Вот это минус Евровидения. Даже дело не в том, что все песни похожи одна на другую. Нет, языки. Основа любой нации — язык. А тут все нивелируется. Здесь глобализм в его таком, самом плохом таком выражении. Но самые лучшие комментарии по Евровидению дает в Фейсбуке Юрий Лоза. Юрий Лоза, который написал «Плот», замечательный музыка. Ну обязательно почитайте, дорогие телезрители. Кто сейчас смотрит вот это интервью. Юрий Лоза в Фейсбук. Потрясающе. Я даже пересказать не могу, что он написал. Я думаю, что надо свои конкурсы делать тоже. И потом я во многих фестивалях участвую, очень много интересных фестивалей. Поэтому Евровидение должно быть на равных с другими. Не знаю, почему он стал элитным. Во-первых, он не выражает европейские интересы. Это не вся Европа. В детском мировидении постепенно исчезли страны большой восьмерки. Они все за дружбу. Но мы сидели в жюри. Не было постепенно. Отвалилась Англия, Испания, Франция, Италия. Португалия была. Остались зато. Македония бедная. Не знаю, неужели у них взноса нет. Там надо взнос платить. Македония, Литва, Латвия, Грузия, Армения остались. А восьмерка вся исчезла. Что это за Евровидение такое? Поэтому нет. Рядовой обычный конкурс. Внимание, минимум ему. Не надо ничего там. Ничего там не выиграешь. И Лоза. Одно из того, что он написал. Он сказал, что разные номинации делает. Например, за вокал. Там действительно кто вокалист. И всех удивлю. Вот там можно уже бородатым женщинам выступать. Или вот как финская группа. Инвалиды были. И там уже не будут, так сказать, смеяться. И вместе сравнивать. И нет обидного называть их инвалидами. Кстати. Вот в этом случае их инвалидами не назовут. А сейчас назвали. Это я считаю очень плохо. Что финскую группу. Там у одного Даун. Синдром Дауна. У другого ДЦП. Назвали инвалидами. Это недопустимо. А вот если бы была, как предложил Юрий Лоза, номинация. Удивлю всех. Удивлю. Сейчас, кстати, больных Дауном. Вот Дауном называют особенные дети. Молодцы. Кто придумал? Особенные дети. Они особенные. Они просто другие. Так же, как есть чернокожие. Есть азиаты. Все красиво. И это тоже такие вот. Такие вот Господь создал удивительные существа. Особенные дети. Молодцы. Среди них очень талантливые. А люди дождя. Мы видели фильм Дастина Хоффмана. Они считают мгновенно все. На самолете прилетел над Лондоном этот человек дождя. Парень. И он зарисовал все здания, крыши, все окна, карнизы. Все количество черепиц. За одну секунду запомнил. Вот какие они удивительные. Поэтому Евровид должен существовать. В нем надо участвовать. Но уделять как можно меньше внимания. То есть не меньше, а наравне с другими. И сейчас был День Победы у нас. Но я был на юбилее Петра Ильича Чайковского на его родине. Этот юбилей был Днем Победы. Сравним с Днем Победы за рубежом. Но Победы в искусстве и в музыке. По данным ЮНЕСКО Чайковский самый издаваемый композитор 20 века. Это звучание в концертах. Продажи дисков, пластинок, нот. Он всех классиков обогнал. И даже группу Битлз. И столько фанатов Чайковского есть в мире. Неслыханно богатых людей. Которые этот город Воткинск восстановили. И последнее пристанище город Клин в Подмосковье. Если бы знали, что деньги не воруют, конечно. Это просто для мира цивилизованного. Гигантский праздник. Вы даже не представляете, что это. И днем 7 мая была служба в церкви, где его крестили. Петра Ильича, маленького Петя. Он там прожил 8 лет. Отец был директором завода. Был очень богатый человек. Самый богатый, наверное, в Воткинске. Его назначали в разные места. Руководить огромными предприятиями. И было озеро, которое сохранилось сейчас. Я думал, что это советская власть сделала это озеро. Нет, оно было при Чайковском. И на нем лебеди были. Была служба людей. Конечно, вокруг церкви были. Вокруг храма было очень много. Было много иностранцев. Но самое удивительное случилось к вечерней. Я сфотографировал. Небо вдруг изменилось. И над крестом пошли какие-то невероятные перистые облака в виде нотных строчек. Мы все оцепенели, конечно. Я бываю на Грушинском фестивале. Тоже где-то часов 4-5 меняется небо очень сильно. Почти постоянно идет дождь. Как будто слезы льются. Потому что это фестиваль в память о человеке, который спас детей. А значит, обо всех таких героях. Постоянно дождь идет. Тоже меняется так все сильно. Господь подает сигналы, конечно, с неба. Вот.